Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Любомер Тарасович Иван Филипчук. Тема нашего сегодняшнего видео это продажа пчелопакетов. Мы очень долго искали себе надежного поставщика по пчелопакетам, так как запросов в магазине очень много. И в этом году начали сотрудничать с надежным партнером это ассоциации Буковинский бжаля. Его представители сегодня на выставке в Харькове Иван и Любомир. Сегодня мы обсудим тему надежных поставщиков пчелопакетов. Перед началом сезона очень многие пчеловоды ищут продавцов пчелопакетов и многие мошенники пытаются воспользоваться доверчивостью пчеловодов. То есть они выбрасывают, выкладывают на УЛКСи объявления мошеннические, то есть также собирают заказы, собирают предоплату и просто потом не привозят. А сейчас мы расскажем, как работаем мы. Расскажи, как порядок работы, то есть как мы отправляем пчелопакеты. Ну, всем привет. Цего года наша областная организация решила трошки взломать всю структуру, которая была до сегодня по реализации бжалопакетов. И вот мы с Любомиром запровадили угоду, співпрацию с покупцем и нашу организацию про співпрацию, про договор, расскажет больше Любомир. Так вот, по заявкам, если покупцы вас интересуют бжолопакеты, обратитеся на УЛІИН, интернет-магазин, там заповняйте деякую информацию, та информация поступает уже до нас, до Буковинского бжоляря. Мы с вами связываемся, опрацьовываем, уже с вами домовляем, закладываем угоду про співпрацию. Цего года мы працюем двома направлениями. Это Укрпошта, доставка до вас в бжолопакете Укрпоштою. И також, если великое замовление, то мы гарантуем вам доставку машинною, автомобилем великим. Это все великое замовление, обговоряется индивидуально. Так, так, звичайно, это уже с покупцем. Так, от себя добавлю, часто даже спрашивают у нас, сможете ли вы новой Поштой або іншими перевозниками отправить бжолопакет. По правилам этих перевозників, они не перевозят бжол. Бжол має перевозить, вернее, только Укрпошта. Теперь, про самый болючий вопрос, это почему мы берем предоплату и расскажет Любомир. Значит, смотрите, если вы решили співпрацювать с нами, то співпраця с нами предпочитает заключение договора. Договор очень простенький. Договор я выложу сейчас на экран. И, согласно договору, нужно платить, да, предплату. Для чего делается предплата? Предплата делается для того, чтобы вы были уверены, что мы ваш надежный продавец, а мы были уверены, что вы наш надежный покупец. Это гарантия того, чтобы уникнуть шахрайство, размер договора 30%, и это гарантия того, что тут шахрайские схемы уже просто не працют. Да, это гарантия того, что покупец выкупает бжолопакеты, которые он купил, а количество бжолопакетов обмежено. Поэтому наступает момент, когда уже замовление не принимается. Если вы сделали замовление и его не забрали, то люди, которые хотели бжолопакеты, остались без бжолопакетов. И пасечники, бжоляры, которые входят в асоциации Буковинский бжоляр, тоже не продали свои бжолопакеты. То есть это гарантия с двух сторон, что продавец предоставит товар, а покупец выкупит этот товар, который он купил. Еще одно такое вопрос, это качество самого бжолопакета. И как вам сказать, что по прошлому году, по интернету, очень много кто купил. Кажут, что приезжали плохие бжолопакеты. Я знаю, что у вас это вопрос на высоком уровне поставлено. Розкажите, как вы выслідковаете своих, так сказать, поставщиков? Дивися, Саша. Питание качества у нас номер один. Как мы реализовываем это вопрос? Мы уже в этом году создали селекционную группу, которая будет заниматься этот сезон более глубокой селекцией, увеличением качества бжолосемей. Поднимем и медопродуктивность, и гигиену семей. И, возможно, нам удастся уменьшить злобливость, потому что вы знаете, что наши Степова и Карпатка имеют повышенную злобливость. Над качеством мы работаем. Как вы контролируете желание клиента? Основное, чтобы покупать, что хочет покупать. Он хочет бжолопакет, который ему принесет товарный мед. Как мы можем это обеспечить с нашей стороны? Мы уже третий рік, уже четыре года, как истнует наша сплка. И у вас есть система контроля? У нас есть парни около 400 человек, которые есть в нашей сплке. Это маленькая часть загальности пасечников нашей Черненецкой области. И вот с этими людьми мы уже третий рік ведемо навчальные семинары по повышению качества бжолопакета на их пасеках. Раньше как было? Продав бжолопакет, пасечник лишил два-три моточники, из которых выходят бжоломатки не качественные. Потому что тот моточник был закладен на старые леченцы. И выходят здесь не качественная бжоломатка. Чтобы этого уникнуть, то мы им довели, что нужно оставить самый маленький моточник, не самый большой моточник. И, соответственно, также увеличивается качество моей бжоломатки. Это, если так брать, в загальном. Как сказал Любомир, у нас створилась селекционная группа, которая уже начнет в этом сезоне працювать на то, чтобы нашим хлопцям, нашим пасечникам, которые есть в нашей сплке, им пропонировать выселекционную бжолу, выселекционных маток, которые для нашего региона лучше себя показали. И так же по отгукам хлопцев, которые у нас брали пакеты минулими годами. Самое основное, это была качественная бжоломатка, которая будет давать качественный бжол. В этом заключается сенс самого бжолопакета и качества бжолопакета. Также мы поговорим о гигиене самой бжоловой семьи, о хворобах на пасеке, потому что это проблема. Также мы поговорим о рамках. У нас уже практически 99%, дай бог, в этом году будут рамки с Гофманом. Раньше это были простые рамки, которые в пакетах бежали налево-направо. Это не очень комфортно. Также на это обратят ребята нашу внимание и стараются ставить рамки правильно по стандарту. Также обратим внимание, чтобы была и сама суша не старая, чтобы была нормальная сушка, чтобы работала хотя бы сезон у нашего покупателя. Все эти нюансы создают качество бжолопакета. И у вас же при отправке есть система контроля, от которого бжолярец мы отправили? Да. Минулого года она у нас была примитивной. Но все равно у нас были два промаха. Нам повернули два або три бжолопакета. Кстати, если и не качественный бжолопакет, то вопрос решается. Або замена, або вернение денег. Да, мы стараемся это решить. Минулого года у нас была такая проблема. Там были три бжолопакета. Мы были примитивные подписаны. Мы знали, кто это до него. Мы провели беседу с этим пасечником. Мы поставили его на контроль, скажем так, на этот сезон. Чтобы у нас не было таких нюансов. Так, люди идут? Это выставка. Да, это выставка. А этого года это будет поглиблено. Будет номерація. Любомир запропонировал классную номерацію на самому ящику. Да. По которому можно исследовать? Да. Как вы покупатель, вы этого не знаете. Но мы тут знаем, чей это был пакет. Ну, допустим, я покупатель, скажу, я купил бжолопакет у вас. Мне он плохой, что-то не нравится. Ну и разные моменты есть. И вы спросите у меня, что у меня написано на коробке. Какой код там идёт? Так, уже по тому коду мы проследуем, дивимся, какой это пасечник. Так же, на него он поставил. Если повторяются такие запити. С ним співпрация, наверное, прекращается. Ну, 100%. Да. Как у нас сказали на сборах хлопцей, мы будем виховывать таких пасечников любыми методами. Но чтобы такого не повторялося. Потому что мы хотим співпрацювать с нашими хлопцями, нашими покупцями и давать качественный бжолопакет для вас. Еще два слова хочу сказать на рахунок номерації бжолопакетов. В этом году будет пронумерированный бжолопакет и будут пронумерованы все рамки бжолопакетов. На каждой рамке будет уникальный номер, благодаря которому можно будет проследовать, от которого пасечника поступил цей пакет. Фамилии там не будет на этих ящиках. Будет серийный номер, скажем так. Как на ящику, так и на этом. Это гарантует качество того, что если, не дай Бог, что что-то недоброе с этим пакетом, то мы можем проследовать, от которого пасечника мы получили этот бжолопакет и можем с этим пасечником потом провести. Провести, как минимум, виховные работы, сделать изменения в его организации работы на пасечнике, и провести дополнительную проверку ветеринарной службы. Это мы будем делать в этом году, обязательно, если будут такие случаи. И с таким пасечником, скорее всего, мы уже на наступный рейк працювать не будем. Мы его будем монторировать, контролировать. Если на второй рейк ветеринарная служба даст добро и сделает заключение, что это уже благополучная пасечка, мы снова включаем зеленое светло и дальше працюем с этим пасечником. Еще маленький нюанс. Чтобы уникнуть шахрайство со стороны покупца, если вы получаете бжолопакет, всякие могут быть, схемы людей появляются. Есть на ходу. Есть не чистяная рука. Для того, чтобы какие-то претензии предъявлять нашему пасечнику, у вас должен быть какой-то доказ. Самое лучшее, чтобы это было в видеодоказ. Если вы получили бжолопакет, если у вас есть возможность включить камеру, снять этот пакет, раскрываете, что там написано, какой код, какие рамки. Не было такого, что сделали переменную рамочек, и вот у меня плохой бжолопакет. Такое-такое. Мы также будем это мониторить и святкувать со своей стороны, чтобы такие парни, которые хотят нажиться на таких нюансах, чтобы такого также... То есть их тоже в черный список ставить? Конечно, конечно. Все пакеты будут уже обломбованы в этом году. Не получится обмануть нас, как покупца, что вот это ваши рамочки, из пакета рамочки поставили другая, и снимают видео, что вот мы купили в Чернівельской области «Пакет, он такой плохой». Ну, это уже не удастся сделать. То есть схемы будут аннулированы? Да, да. Або наговорить там бруду... Да, ну, понятно. Когда вы купили и получили бжолопакет, або Укрпоштою, або доставкой, або сами приехали, то, когда вы переверяете, або пересаживаете, снимаете это на видео, и тогда все вопросы будут решены. Так, бжолопакеты можете замовить за цими контактами. Также на наших сайтах «Ули.Ин.Ули.Шоп». Подписывайтесь на канал Иван Филипчук, на канал «Ули.Ин». «Ули.Ин». Да. З вами был Любомир, Иван и Олександр. Пока. Горного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В.Ин.К�ус Комп headed